Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Не поделили дорогу. В районе Наринмарского АТП столкнулись рейсовые автобусы-внедорожники. В нашем эфире кадры с места происшествия. Люди с безграничными возможностями. В окружной столице стартовал чемпионат профессионального мастерства Обилимпикс. Чисто там, где убирают, горожане вышли на субботник в рамках экоакции «Сделаем». Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В понедельник во второй половине дня рядом со зданием городского АТП произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Toyota Highlander. К счастью, обошлось без пострадавших. На автобусе остались лишь царапины, а вот и на марке досталось основательно. Владелец пока не готов оценить, во сколько ему обойдется ремонт, но рад уже хотя бы тому, что сработала подушка безопасности. Поэтому водитель внедорожника не получил серьезных травм. Автобус заезжал для высадки пассажиров и, получается, водитель Toyota отвлекся, отвлек внимание и, получается, совершил столкновение в заднюю часть автобуса. То есть, не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате чего произошло дорожное транспортное происшествие. Автомобиль получил значительные повреждения, как видно. Вот остальные обстоятельства сейчас устанавливаются. В завершение лишь стоит в очередной раз напомнить всем участникам дорожного движения о внимательности и необходимости соблюдать безопасную дистанцию. С 21 сентября общеобразовательная школа номер 4 в городе Нарьинмаре работает в штатном режиме. Учащиеся приступили к очному обучению. Роспотребнадзор закрыл четвертую школу на карантин 16 сентября. Детей временно перевели на дистанционное обучение. Необходимость такого решения была вызвана тем, что у двоих преподавателей диагностировали COVID-19. Один из учителей проходит лечение амбулаторно, а второй находится в стационаре Ненинской окружной больницы. 17 сентября специалисты Роспотребнадзора провели тесты у сотрудников и детей, контактировавших с заболевшими преподавателями. Все тесты дали отрицательный результат. В понедельник учителям и учащимся разрешили вернуться в школу. Учебный процесс на этой неделе продолжится в очном формате. Напомним, с 20 сентября в Ненинском округе отменен режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в округ из-за его пределов, за исключением детей, посещающих образовательные учреждения и сотрудников, участвующих в учебном процессе. Приступить к учебе или работе они могут лишь при наличии справки об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это требование устанавливается предписанием Роспотребнадзора, который определяет порядок допуска детей в условиях пандемии коронавируса в образовательные учреждения. Дошкольное, школьное, дополнительное образование. И детей, надо сказать, и работников этих учреждений. Добавлю, за прошедшие выходные дни в регионе выздоровели пятеро пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Все они жители Нарьинмара. Один из них проходил лечение в специализированном стационаре Ненецкой окружной больницы, остальные – амбулаторно. Кроме того, зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19. Это также жители окружной столицы, прибывшие в Ненецкий округ из другого региона. Вернулись в родные стены. 21 сентября после капитального ремонта открылась школа номер один. Этого события с нетерпением ждали ученики, педагогический коллектив и родители. Ведь во время ремонта учебного учреждения уроки вынуждены были проводить во вторую смену в других школах. Открытие школы ждали с большим нетерпением все участники образовательного процесса. Из-за затянувшегося ремонта первая школа не смогла распахнуть свои двери перед учениками 1 сентября. Это событие пришлось перенести более чем на две недели. И вот, наконец, 21 сентября учащиеся переступили порог альмаматор. Прекрасно, стало намного лучше, чем было. А что особенно тебе нравится? Новый гардероб стал удобнее, чем было раньше. Номерки как-то все более понятно, чем было до этого, когда все перелезали, все что-то там. Суета была, сейчас как-то все более стабильно. Оставить школу без ремонта в новом учебном году было нельзя. Ветхая система отопления давала сбои, требовала скорейшей замены. Поэтому откладывать ремонт еще на год было нецелесообразно. У нас проведена работа по ремонту системы отопления. Здесь полностью заменена система отопления. Потому что в здании последние годы, особенно на первом этаже, было уже холодно, реально холодно. То есть замерзали, и это было очень нехорошо. Мы провели утепление и замену подоконников тоже на первом этаже. Мы, соответственно, один из проектов уже давно существующих, это, конечно, гардероб, который у нас был, ну, не гардеробом, просто таким отгороженным местом. Теперь он стал настоящим гардеробом со всеми, как говорится, номерками, мешалами, с очень красивым оформлением. То есть это тоже очень важно, потому что люди, знаете, как театр начинают с вешалки, ну, школа тоже отчасти начинается с гардероба. Открытие учебного заведения ждали с таким нетерпением, что готовы были помогать всем миром, только бы поскорее перебраться в родные стены. От лица своего, наверное, и всех своих коллег благодарить тех людей, которые нам пришли помогать. Потому что у нас тут было три дня Аврала, когда мы готовили школу к открытию. К нам приходило очень много волонтеров, в том числе, кстати, депутаты к ужинного собрания пришли нам помогать. К нам приходили родители. Сами учителя очень много работали, потому что нужно было подготовить кабинеты к открытию. Дети приходили, наши учащиеся. И надо сказать, что вот когда в субботу у нас тут был как бы день генеральной уборки, у нас здесь было, наверное, человек 200 в школе, которые работали, все дружно. Среди тех, кто в субботу помогал обустраивать кабинеты, расставлять мебель, выносить строительный мусор, был заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого округа Матвей Чупров. Насчет затянувшихся сроков ремонта у парламентария свое особое мнение. У нас скрылась такая проблема, которая связана с тем, что очень поздно приступают к ремонту вообще образовательных учреждений с поздним выделением средств. И, как вот мы выяснили, торги были объявлены только 15 августа, потому что деньги были выделены поздно. От этой практики мы должны уходить. Депутат считает, что при формировании бюджета на следующий год, а это происходит уже сейчас, надо обращать внимание именно на статьи расходов по ремонтам образовательных учреждений. Мы должны принять и запланировать средства на проведение ремонтов, которые будут осуществляться в летний период для того, чтобы с началом нового года уже можно было проводить торги, определять подрядчиков и своевременно, планово подходить к ремонтам, которые будут проходить в бюджетных организациях. Другого способа на самом деле не существует. И проблема, по моему мнению, она находится в первую очередь в том, что нет скоординированности действий в работе двух департаментов. Если скоординировать все это появится, мы очень надеемся, что это произойдет, то тогда все будет гораздо лучше. Чтобы подобная ситуация не повторялась впредь, профильные департаменты должны работать в тесном контакте на опережение, считает депутат. В столице Ненецкого округа стартовал Обилимпикс-2020. Третий региональный чемпионат пройдет на Рьенмаре с 21 по 25 сентября. Студенты, школьники и взрослое население будут соревноваться в различных компетенциях. Сегодня в Центре развития образования встретились первые конкурсанты. Одни из них показывали мастерство слова, другие – навыки парикмахерского искусства. О первых успехах расскажет Любовь Пермякова. Легкие локоны, небольшой объем. Свадебная прическа не обязательно должна быть сложной, считает конкурсантка Обилимпикса-2020 в компетенции парикмахерское искусство Елена Литкова. Ведь равнение на естественность и простоту в тренде последних нескольких сезонов. Еще одна конкурсантка – ученица школы-интернат имени Пырерки Яна Литкова. Девушка делает прическу в стиле Голливуд. Такие локоны были очень популярны в 30-е годы 20-го века. Сейчас я делаю полную вечернюю прическу. Люблю экспериментировать на волосах. Все творческие эксперименты девушек сегодня оценивают эксперты. Это известные и успешные в округе люди. Одна из них – владелица студии красоты, профессионал парикмахерского искусства Анна Сылко. Наблюдаем сейчас за первым модулем. У нас сейчас первый модуль прическа из длинных волос. Потом будет небольшой перерыв и будет второй модуль прическа свадебная уже. И потом будем оценивать. Подойдут еще эксперты. Будем все вместе оценивать коллективно. Прическа – это творческая работа, искусство. Как ее оценивать? Каждый парикмахер, художник, у него свое видение. Какие основные критерии будут учитываться? Основные критерии – чистота прически, форма, современность. Чтобы какие-то пропорции были соблюдены в прическе. Пока девушки придают волосам привлекательный вид, в соседней аудитории молодые люди выполняют техническое задание по компетенции обработка текста. Здесь главное – правильно и грамотно отредактировать текст, создать графические элементы различной степени сложности. Такие специалисты очень востребованы в типографиях, издательствах, дизайн-студиях, рекламных агентствах и в любой полиографической компании. У этой компетенции есть свои фавориты. Например, Андрей Кузнецов в прошлом году стал победителем. И после этого я поехал уже в Москву как победитель и вошел в пятерку по соревнованиям. Были ребята-колясочники, но в основном они все сидят дома, работают дома и работают на удаленке. Но они вообще суперпрофессионалы, с ними было сложно состязаться. Они очень быстро набирают текст, очень быстро обрабатывают и фотографии, и в различных технологиях. То есть они вообще молодцы. Напомню, движение «Обилимпикс» появилось в округе в 2018 году на базе Центра развития образования. Конкурс проходит по 11 направлениям. В нем могут принять участие школьники, студенты и взрослое население. Самое сложное было организовать первый региональный чемпионат, когда еще никто не знал, когда еще были проблемы с набором. В общем, очень пришлось много проводить разъяснительные работы не только для детей, но также и для педагогов и для родителей. В этом году у нас новый формат работы жюри, поскольку есть определенные ограничения. Мы уменьшаем количество людей на площадке, поэтому на площадке постоянно присутствует только главный эксперт. Остальные члены жюри придут после окончания работы. Но все записи, записи, допустим, соревнований, как дети работают на площадке, будут доступны. То есть оно идет под видеонаблюдением. Конкурс будет проходить на нескольких городских площадках, включая КДЦ «Арктику» и школу искусств. Уже завтра Центр развития образования откроет двери для любителей вышивания и вязания. Итоги будут подведены на следующей неделе. Победитель отправится в Москву демонстрировать мастерство на более высоком уровне. Любовь Перемякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Что такое искусственный интеллект и как его разработать, скажем, на беспилотном автомобиле? Об этом ученики четвертой школы узнали из видеолекции в рамках проекта «Урок цифры». Тему продолжит Александр Литкова. Тема урока цифры – искусственный интеллект, машинное обучение. Ученикам восьмого класса рассказывают о том, какие задачи может решать искусственный интеллект и как он может выглядеть в далеком будущем. А самое главное, что можно сделать уже сейчас, чтобы развиваться в этой сфере и выбрать соответствующую профессию. Уроки цифры проходят у нас уже не в первый раз. Это довольно интересный урок. Мне, в принципе, очень нравится узнавать что-то новое. На этом уроке у нас проходил урок об искусственном интеллекте. Я считаю, что за искусственным интеллектом будущее, что многие профессии он будет заменять. Проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам, которые продолжают традиции акции «Час кода» и улучшают её образовательный эффект за счёт нескольких уроков на протяжении учебного года. Уроки нравятся детям. Это уже давнейшая у нас акция такая. Сначала более «Час кода», сейчас вот это урок цифры. Конечно, такие уроки важны и необходимы, потому что, во-первых, это для раннего самоориентации ребёнка. Для его, чтобы он мог уже в раннем возрасте построить свой образовательный маршрут. Тематические онлайн-тренажёры помогут учащимся понять, как работают цифровые технологии. Именно поэтому занятия проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп, учащихся младшей, средней и старшей школы. Искусственный интеллект. Сами понимаете, что без него уже никуда. Он уже проник во все практически сферы нашей жизни. Поэтому рассказывать ребятам не только о его развитии, но и о каких-то опасностях возможных стоит того. Тема интересная на самом деле. Вот «Яндекс.Класс», который у нас в округе уже второй год работает, это тоже те же самые проекты, направленные на профориентацию детей. Инициаторами проекта являются Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в партнёрстве с ведущими российскими цифровыми компаниями. Уроки цифры будут проводиться во всех школах округа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Генеральной уборкой города отметили неравнодушные жители Нарьинмара «Всемирный день чистоты». В этом году он выпал на 19 сентября. Сделать свой родной город чище вышло рекордное количество жителей всех возрастов. Подробности у Ольги Русул. Акция «Всемирный день чистоты. Сделаем» – это глобальный флешмоб, участие в котором может принять каждый. Акцент делается на уборке природных территорий, лесах, полянах, берегах водоемов. Где-то, возможно, организуется раздельный сбор мусора. Пластик, пенопласт, стекло, огромное количество колес и покрышек ребята просто надели защитные перчатки и вместе со взрослыми отправились на генеральную уборку города. Мы убираемся, чтобы чисто был наш регион, чтобы у нас город стал лучше и чище. И чтобы растения не погибали больше. Много мусора уже собрали? Да. Преимущество акции в том, что нет определенного времени и места. Все желающие просто выходят на улицу для уборки в любое удобное время. У нас достаточно таких активные волонтеры, которые не только на развлекательные мероприятия ходят, а активно участвуют в таких экологических акциях, благотворительных акциях. Сделать город чище вышли отдельные горожане, организованные сообщества клуба по интересам, молодежные движения. И вот мы сегодня пришли сюда, на Качгартиринскую курью, и мусора, к сожалению, увидели столько, что, наверное, если бы сюда весь Наринмар пришел, в три смены мы бы не управились. То есть такое количество... А сколько еще мусора вообще у нас на территории города находится? И вы знаете, мы периодически выходим на различные экологические акции, прибираем территорию города, но, к сожалению, мусора становится не меньше. Среди участников всемирного флешмоба сделаем члены клуба пенсионеров «Северные зори». Активные женщины с радостью откликнулись на призыв к участию в акции. Ведь в их годы молодости такие субботники проводились регулярно. Большая благодарность Центру молодежного движения. Они нас приглашают на все мероприятия. Очень благодарны Наталье Александровне Дуркиной. Не забывая от нас, большое спасибо. Мы за чистый город, за культурный город. И что все у всех было хорошо. Раньше жить всегда у домов, и вообще по берегам рек сами же чистили, ходили. Хотя мы и не пачкали, всегда убирали, увозили с собой. Чтобы они понимали, что нельзя так делать. Вот бить стекло, вот это столько битого стекла. Вот это надо бы пропагандировать молодежь. Впрочем, среди участников акции «Сделаем» много молодежи. На этих определенных участках очень много мусора, и кто, если не мы, будет его собирать. И как-то хотелось помочь, все-таки всемирный день сегодня. На данной территории очень много мусора, так как тут рядом магазин такой. Тут просто битого стекла очень много. Мусор со временем скопился, тут скидывают и металлолом. Вот мы тут собрали, вон там в лесу его много, достаточно. Стекло битое, вот в чем проблема, оно мелкое. Окурки, вот тут люди курят, они имеют, чтобы бросить просто в мусорку, они его кидают просто на землю. А оно, как сказать, ну, остается, остается долго. В нашем регионе организатором акции выступил фонд «Экоразвитие Ненецкого округа». По окончании флешмоба весь мусор собирается и утилизируется. Одно из рекомендуемых в этой сборе – это раздельный сбор отходов. То есть отдельно макулатуру. Ну, конечно, сейчас погода влажная, то есть бумагу как бы не очень уже тоже придется выкидывать. А вот пластиковые бутылки, алюминиевые банки, вот их очень много собирают, то есть отдельно. Дальше мы привезем себе фонд на склад, обработаем, прессуем и отправим за пределы региона на переработку дальнейшую. Организаторы и участники акции надеются, что горожане будут сознательнее. Кроме того, всем участникам будут выданы электронные сертификаты, подтверждающие участие во всемирном флешмобе. Флешмоб «Сделаем» в Наринмаре собрал более ста человек участников. Но это не значит, что борьба за чистоту в родном крае закончилась. Частота в Наринмаре должна войти в привычку. Ольга Руслова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.